Всем привет, товарищам, любителям Фордов и особенно Мандео. Итак, Форд Мандео, вот такой вот двигатель, машина 2013 года, модификация код, не знаю как назвать, УФББ. Я пытался на двигателе найти, в интернете ковырялся и пытался найти, где тут это пишется. Может, если кто-то мне сможет в комментариях нормально объяснить, где искать эту модификацию. Я вам потом картинку вставлю, какие модификации и коды этих комплектаций, или как они там, не знаю. Они, в общем, раз с разными четырьмя буквами идут. В общем, у меня УФББ, я выяснил, на техпаспорте у меня написаны такие буковки. Возможно, кому-то это понадобится для того, чтобы заказывать запчасти. Значит, в общем, вот так вот у меня это выглядит, это дело. Вот так вот выглядит двигатель. Вот с такими вот всякими прибамбасами, если кому-то интересно. Такая картинка здесь. Еще здесь есть картинка. Вот так вот он выглядит. Зачем показываю? Затем, что у двигателя проблема с DPF. В общем, извечная наша больная тема. Для тех, кто вдруг ищет и кому интересно, дифференциальный датчик вот там. Вот там фишку видно. Пустая фишка, потому что я снял его уже. Вот, в общем, двигатель я показал вам. Итак, теперь я залез под, как вы понимаете, под машину. И собираюсь показать небольшую конструкцию, как выглядит выхлопная система. Значит, на что я грешил? Я думал сначала, что там, что проблема с вапорайзером. Значит, что такое вапорайзер? На русском языке его называют форсункой. Но я его буду называть вапорайзером, потому что англичане на английском называют его вапорайзер. Вот. Если я буду называть его форсункой, то автоматически в голове начинает возникать форсунка, которая в двигателе. Вот. Поэтому я буду называть его вапорайзером. И что этот вапорайзер делает? Он, в общем-то, впрыскивает топливо в выхлопную систему для увеличения температуры. Вот здесь вот у DPF. Значит, конструкция его, в принципе, вы можете в интернете поковыряться. Но я картинку вставлю. Так, прикол, чтобы вы посмотрели. В общем, я его выкрутил. И, ну, другие видосы я смотрел. И, типа, ошибка DPF может вылезти из-за него, что он забивается. Но я его выкрутил, он оказался чистый. И вообще, можно сказать, абсолютно без нагара. В нем еще проверяется, в нем есть свеча накала. И вот до сих пор не могу понять, что вот это задатчик рядом здесь. То ли давление, то ли температурный. Не знаю. Вот. Значит, откручивается он ключом на 22. Вот. Простым прямым ключом его открутить, в принципе, сложновато. А я его, в общем, открутил. У меня есть такой советский ключ. Вы знаете, может, такой есть. Он с двух сторон с этим. Уже русские слова забываю. Рожковый или как он называется. С двух сторон, в общем. И другим, как рычагом здесь. Здесь так наискосяк подцепил и вытянул его так. Потому что он довольно закисает, там его трудно открутить. Вот. Здесь еще есть такая перекладина, или не знаю, как она называется. Ее тоже надо будет открутить, чтобы можно было до ваборайзера добраться. Если что. В общем, так вот, да? Значит, следующие моменты. DPF. Значит, да? DPF. Вот наш любимый, нелюбимый DPF. Значит, трубки. Значит, до фильтра и после фильтра. Да? Самое, что интересно, этот DPF, насколько я выяснил из всяких схем, в нем находится еще катализатор. Где-то вот здесь вот частично, да? И что интересно, я искал разные, как их назвать, эти конструкции, инструкции, как ремонтировать, из чего состоит. И я не нашел такую схему, картинок. Почему? Для чего я искал это? Для того, чтобы выяснить, что вот это вот за датчики. Потому что на DPF здесь, в общем-то, три датчика. Ну, вот здесь вот на этом вот можно разглядеть циферки. И как я выяснил, вот этот вот датчик, это по ходу лямбда. То есть, видимо, проверяет, наверное, качество выхлопа перед катализатором. А эти датчики, ну, мне просто приходится догадываться, наверное, это датчики температурные. То есть, ну, до DPF-фильтра и после DPF-фильтра, возможно. Вот, но я еще, так как я собираюсь это дело откручивать, потому что я уже выяснил, что он по ходу забитый. Надо его чистить или пилить, или что-то колдовать с ним. Вот такие вот дела. И самая главная большая проблема в том, что посмотрите вот на эти гайки и болты. Ясное дело, что мне придется их просто отпиливать. Потому что тут уже просто я не хочу даже трогать, потому что сыплется на меня ржавчина. В общем, вот такая вот конструкция 2013 года Ford Mondeo. Дизель 2.0, TDCi и модификация двигателя, как я понял, это UFBB. Итак, друзья, товарищи, любители гадать на кофейной гуще. Ford Mondeo, DPF, проблема, все дела, все как мы любим. Вот такую вот я штуковину заколхозил. Объясняю, что это такое. Это манометры, которые подключены к DPF. Соответственно, красное это на входе, то есть до фильтра. А это после фильтра подключено. Вот такие вот дела. На панели мне показывают низкое заряд батареи. Сейчас переживаю, что может он вообще еще не заведется. Ну, посмотрим. Вот, в общем, завожу, буду пытаться. Завелась. Так, что мы наблюдаем? Значит, сейчас обороты у нас, сколько там, 800-900. Вот. И что мы наблюдаем на входящем? Да, соответственно, входящий. Вот, входящий. Насколько я помню, я какое-то видео смотрел на ютубчике. И где-то была такая информация, что если фильтр полностью забит, почему именно я взял манометры, которые на 15 PSI максимум, да, и 1 бар. Потому что это, по-моему, максимум давления, 2,0 двигателя, которое он может на фильтре, как сказать, выдавить. Даже, по-моему, там 14 PSI, по-моему, это самый максимум. Вот, так что у этих манометров, в принципе, должно быть вполне достаточно. Как мы видим, что мы видим? Что мы видим? Мы видим, ну, не знаю, сколько там. 1, может быть, даже 0,7. 0,7 на входящей линии. Вот здесь вот, да? Еще раз напоминаю, что это входящая. А это уже после фильтра. Где наш фокус. Вот. Так, какой хрен у нас? Лампочка горит тут. Ну что? Я думаю, пора дать газу и уже понять, забит у меня DPF-фильтр или он все-таки в порядке. И проблема, проблема, проблема на самом деле не в DPF, а где-то в другом месте. Ну, я уже примерно подозреваю, что это в этом дифференциальном датчике. Я его уже снял. Кстати, сейчас говорю, сразу говорю, что двигатель находится в аварийном режиме. Вон там видно, что Джеки Чан горит. И дифференциальный датчик физически вообще отключен даже. Я его вообще абсолютно снял, да? И фишка там пустая. Вот. Так что двигатель все равно находится в аварийном режиме. Ну, уже, соответственно, по-любому. Вот. Все. Жму на тапку. Жму тапку, буду сейчас газовать. И будем наблюдать, что у нас будет происходить. О, как. Видно, что давление там довольно большое создается. А на выходе, как мы видим, давление, можно сказать, вообще не создается. При чистом DPF, насколько мне известно, если DPF чистый, то такое давление не должно создаваться на входе. Да, похоже, что у меня все-таки DPF, наверное, забитый. Потому что давление на выходе, можно сказать, вообще ноль. Вообще нету. Возникает вопрос, куда уходят газы. При трех тысячах. Вот, можно сказать, один бар, 15 кейсай. Сколько там? Три тысячи две девицот. Ну что, сейчас для чистоты эксперимента поменяю вот этот сланчик сюда, поставлю, а этот сюда поставлю. Чтобы, как сказать, не было сомнений в том, что манометры какие-то, это все-таки это Китай дешевый. И, ну, просто мало ли какие-то механические там проблемы или что-то еще. Сейчас поменяю и посмотрю, будет ли так же или не так же. Так, ну все, перекрутил я в сланчик, отсюда-сюда. Все. Долго, ну тут не это. Завожу, завожу тачечку и смотрим. О, это вообще прыгает, что-то скачет. Что это, он прыгает, скачет? Так интересно, что он прыгает, скачет? Ну, в принципе, в принципе, картина примерно такая же. Вон, обороты там. Две... Две девятьсот и давление на максимум почти на манометре. А такого давления, по-моему, не должно такого давления создаваться. Ну, да, значит, значит, наверное, можно сказать, что ДПФ забитый все-таки. Ну, теперь осталось только проверить дифференциальный датчик, чтобы понять точно, что он полностью исправный. И уже тогда заниматься самим фильтром, ДПФом. Итак, товарищи, вот такую вот байду я на колхозил, напрямую подключил дифференциальный датчик к блоку питания. Блоку питания напрямую подключил 5 вольт. 5 вольт заходит на третий контакт, на третий контакт, и посередине это общий. И на выходе выходной сигнал, значит. Значит, один щуп у меня общий подключен, и красный это выходной сигнал подключен. Значит, при нулевом давлении мы видим, что, ну, так как и пока говорится во всяких мануалах, давление, ну, скорее всего, так как это китайский тестер, да, вольтметр-тестер, он тут это прыгает и показывает, плюс еще там контакт не полный, да, так же, как он показывал на адаптер, показывал не ровно 5 вольт, а 5.1. Значит, показывает 0,5. Так как и в мануалах говорится, что при нормальном давлении, при, это, при, когда машину ты зову, нет, как это, по-моему, когда ты машина, машина заглушена, просто питание включено, он должен показывать 0,5, то есть при как бы нулевом давлении, вот. Значит, в принципе, что меня волнует, меня единственное, что меня волнует, это, когда я буду нагонять давление, будут ли изменяться показания. Значит, вот я всю эту штуку, всю эту штуку подключил к вот такому вот, такой вот байде, вот. И сейчас я буду нагонять давление туда, и мы будем смотреть, меняется ли вольтаж, или не меняется. Так, погнали. Как мы видим, вольтаж меняется. В принципе, максимальное давление, которое там должно быть, это 15 PSI, да, то есть это вот эта черная шкала, 15 PSI это здесь. Вот. Я нагоняю еще давление чуть-чуть. Вот, и догоню его до 15, и как мы видим, вольтаж изменяется у... Ну, на тестере изменяется вольтаж, и при задерживании он никуда не прыгает, не убегает, ничего, стоит на месте. Вот. Догоню сейчас еще до 15, чтобы примерно до полного 5 вольт то, что поступает на питание. А даже если я больше давления догоняю, он больше 4,8 не это. Вот я спустил в 0, и на датчике сразу же вольтаж уходит на 0,5. 0,6 показывает, но там, скорее всего, должно быть 0,5. Вот. Еще раз. Нагоняю. И пропорционально меняется вольтаж в сторону увеличения. Из этого... Исходя из этого, можно сделать вывод, что дифференциальный датчик исправен. Значит, скорее всего, у меня точно DPF забитый. И судя по тому, что показывал манометр... Еще раз. Открутил я DPF, точнее, не открутил, а отпилил. Вот наши... Ну вот мои... Болтики, которые, между прочим, их бьешь, и они... Не это... Их бьешь молотком со всей дурью, и они не вылазят. Вот я уже из другой стороны подпилил, но, видимо, наверное, там, где у нас фокус. Где у кого-нибудь добавить. Вот. Я уже из другой стороны подпилил тут, попытался, я думал, может, как-то что-то поможет. Но что-то оно не помогает. Вот. Значит, датчики. Вот такие вот. Вот этот вот открутился. Нормально так открутился. А вот эти хрен. Крутил я, крутил, срывается его, срывается. Срываются грани и все. Вот так вот. Еще вот эту штуку приходится. Пришлось подогнуть, потому что сюда ключом снизу, потому что, ну, пока он был под машиной, я его пытался открутить. И ключом ты не можешь сюда подобраться. Видимо, тут предполагается какой-то специальный ключ такой, накидной на распроеке. И датчик этот, этот походу температурный, что-то не видно там, о, отсюда можно. Немножко, DPF-чик можно посмотреть. Где? Можно немножко DPF-чик посмотреть. Есть свет? О, свет там попадает. Что там видно? Ничего интересного. Ничего интересного. Ну, пока я долбил молотком. Получается, это сверху, это снизу. Отсюда повысыпалось там сажи некоторое количество. Заказал инструмент. Буду пробовать как-то зажимать их, в раз откручивать их. Вот такие вот дела. Ну, в общем, не получилось у меня выбить. Отпилил я с двух сторон. И с этой, и с этой долгарочкой отпилил. И вот только получилось просверлить. Сейчас попытаюсь эти ошметки еще вытащить. Посмотрим, что там как-то. Короче, нихера он не выбивается. Не знаю, наверное, может там и погреть надо, и что-то вылезет. Но нет, нечем мне погреть. В общем, высверлил вот так вот. Вот я представляю, как мне придется мучиться под машиной еще два таких вытягивать. Все, наконец-таки мне удалось остатки выбить этого болта. Как я и думал, он на таких шлицах. Вот они такие вот. Там внутри тоже, я не знаю, будет видно, нет. Вот там шлицы такие. Да, я понимаю, конечно, прикольно. Так забивается, там запрессовывается, не знаю. Вот, чтобы... Да, я понимаю, что прикольно. Там болт вставляешь на шлицах, туда впрессовываешь, немножко вбиваешь, и все, он там стоит. И только с одной стороны гайку закручиваешь. Но в плане ремонта пригодности, конечно, он прикипает так, что его, я не знаю, специальный инструмент, как это выпрессовочный, нужно там, чтобы молотком долбишь, и оно просто не вылазит, и вообще никак. Уже вот я не знаю, это металл или чугун. У меня уже просто страшно, что вот это вот здесь где-нибудь треснет, тогда вообще придется весь ДПФ полностью покупать другой. Такая вот фигня. Итак, наконец-таки я освободил эти отверстия вот болтов. Заебался я, честно говоря, их тут высверливать, выпиливать. Выпиливать, в принципе, просто. Но вот высверливать, это пиздец какой-то. Не знаю, какой из вот такие, ну, казалось бы, что там такого на шлицах вот эти вот остатки болтов остались. Вот так вот я кое-как выбил. Вот этот мне вот здесь вот все мозги мне вынес. Все выглядит, конечно, просто, согласен. Вот, и казалось бы, что тут ебаться с ним. Но они так прикипают здесь. Прикипают настолько, что вообще, я там приблудок купил такую пресс там, блин, типа, его не выдавить. Вот, может, я не знаю, если какой-то суперпресс под эту форму подобрать, сделать, может быть, получится его выдавить. Вот, ну, греть, может быть, надо, я не знаю. Ну, у меня нету этой грелки. Вот, я, короче, тут не знаю, сколько я вот мучился, его выбивал, высверливал. Какой этот суперумный инженер придумал, что нужно вот такие вот болты. Да, конечно, я понимаю, когда все это новое, я тут вставил все чихпы, повесил этот дипе, я тут нормально все быстро и круто. Но если в плане менять, вот, вытаскивать его, ну, это просто пиздец, я считаю. Вот это, блядь, такая ебля. Поэтому все это будет здесь заменено на меньшего диаметра и нержавеющие болты. Если мне вдруг когда-либо шередет, но я надеюсь, что эта машина не будет у меня до конца жизни. Вот такие дела. Продолжение видоса, товарищи. В общем, выкрутил я, наконец-таки, вот эти вот датчики. Наконец-таки у меня получилось это. Получилось это у меня с помощью вот этой вот штуковины. Вот так вот я распилил. Вот часть немножко датчики повредил. Тут было, ну, я надеюсь, что не будут работать, если нет, наверное, придется новые заказывать. Вот так вот. Как видите, грани полностью сорваны. Так они закипают, чтобы, блин, прикипают, там что хрен их открутишь. Короче, я ранее говорил о том, что по цифрам в интернете выяснилось, что это лянда датчик здесь. Оказывается, это нифига не лянда датчик. Это температурный датчик. То есть все три здесь это температурные датчики. Температурные здесь, здесь и здесь. Вот так вот этот окончательный вот так вот выглядит. На нем не нашел никаких цифрок, чтобы, если его заказывать, то хрен его знает, как его заказывать. Вот. Этот, который здесь стоил посетине. На нем есть какие-то цифры. Ну, я сфотографирую, ставлю вставочку. Кстати, вот этот вот спереди здесь стоит примерно такой же. Так что здесь три температурных датчика. Значит, что это дело, когда я пытался это все вытащить, ну, вытащить. Распилил и потом вот так вот отверточкой всю эту, всю эту мандулу вот так вот разгибал, разогнул немного, чтобы отпустил. И потом у меня получилось это все сорвать, открутить. Никакие вот эти вот штуки. Ничего такого не помогает. Не помогло, по крайней мере. Такие вот дела. Теперь я наконец-таки могу заняться чисткой. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ну все помыл я эту хреновину вытекло оттуда много черноты небольшая небольшая мысль меня закралась что может быть то что я водой помыл если поставить то может быть уже он почистился короче ладно в общем в общем заткнул я дырочку как вы думаете чем это обыкновенные шарики которые надуваешь они длинные один шарик сюда и один на эту трубку которая по центру значит я думаю попробовать вот такой вот хренью но есть небольшой косячок так как это канистра 5 литров а это вся емкость этого теперь как вы видите наверное она и есть может быть даже больше 5 литров вот так как я думаю залить его с этой стороны и поставить этой части вверх чтобы его здесь осталось не надо как-то вот эту частью заткнуть короче я думаю надуть надуть туда шарик вот туда в эту трубу чтобы он надулся и сюда уперся чтобы это было как бы блок такой если ожидать когда я залю чтобы она была где-то здесь по крайней мере такой план у меня почему я именно чистить собрался с этой стороны туда потому что это вход от двигателя и вот он идет фото двигателя сюда и тут фильтруется мне честно говоря непонятно почему все вот те кто чистят эти дпф и когда они стоят еще на двигателе и даже вот я смотрел видосы где специальных машинах чистят почему-то они прочищают их именно давлением в ту же сторону хотя мне кажется что ну лично по моей логике нужно в обратную сторону вычищать так как частицы то задерживаются в с этой стороны ну в общем если я буду пробовать вот так все в общем тот колхоз не выдержал испытаний и пришлось мне все-таки сделать как сказать по-нормальному ну нет у меня никакой пробки какой-то резиновый вырезать что-то где-то найти намутить очень взял и шарик опять надул туда смог запихал тут еще какие-то шняги запихал тут и это все закрутил сейчас еще пакет сверху так одену замотают изолентой до этого уровня я думаю что если там даже что-то будет течь то я думаю не так сильно вот такой вот хреновину я заколхозил намотал тут всякой херни сейчас воды воды сюда залью где-то так чтобы в надежде чтобы здесь была вода вот это вот в этой части а это все остальное зале потом этим моющей хренью в общем на колхозе залил воды сюда я так думаю что вода воды тут где-то вот на раздеть вот столько вот так вот я это все оставлю тут дня на два инструкции что в инструкции что сколько тут час-два я не пофиг я могу на два дня оставить оставлю пускай киснет вот и самое что еще интересное то что я вот понюхал вот видно что там эти пузырьки и у меня такое сильное подозрение и помню что в советские времена по-моему такое было мощное средство каштан или как-то там она называлась даже вот цвет такого же цвета и запах у него примерно такой же такой этого мощного средства эти как они пузырьки которые мы вот надували через эти блин как нити блин забыл русские слова ну дети короче которые пускают эти пузыри по воздуху надувают вот запах именно вот такого же самого будет конечно очень интересно интересно если это просто обыкновенная какой-то фейри какое-то просто тупо моющее средство это было бы конечно весело ну чё все заливаю сейчас эту херню и посмотрю посмотрю сколько там будет это короче мой супер колхозный колхоз нифига не держит не держит герметичность мотал этот мотал походу через это отверстие где вот этот сенсор температурных пихает отсюда течет надо его тоже затыкать как-то искать какие-то болты герметизировать это все дело как-то короче вытекает буду наверно черпать и снова заливать я не тут занимаюсь блин вот такой вот я фигню тут занимаюсь напихал туда ваты тампоны эти которые которые вытирать рамки бумаги туалетной типа фильтр сделал из этого решил посмотреть про фильтрует это или нет и как мы можем наблюдать чуть не особо там что-то фильтруется это говорит о том что частички сажи этой настолько мелкие что этот этот импровизированный фильтр не просто их не задерживает даже такая вот супер пупер технология вот такая вот пена сейчас промываю все снял уже промываю этот дпф и вот такая вот пена видимо там действительно какое-то моющее средство вот так вот я вижу вечеринка а чем вот такой вот я колхоз наколхозил нержавеющие болтики запихал прикрутил так один датчик который был поставил и датчики не ставил так где же фокуса вот они датчики не ставил и там так прикрутил сейчас заведу буду сушить газовать смотреть как мы все будет выглядеть ну давай заводи о белый дымок пошел давай погазуй потекло потекло что-то ты на сколько оборотов максимум ну когда гоняешь сколько оборотов даешь четыре не давать это три три с половиной а 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 Да, наверное, там всё будет вытекать, сушиться. Так, хреново затянул. Вон там пропускает. Видно, что пена. Пена тут у меня. Так, ну что, момент истины. Блин, как мне тут залезть? Я уже подключил эти, ну как подключил, датчики температуры. Просто воткнул, засунул туда в DPF, чтобы они давление держали как бы в DPF. Значит, эта трубка на входе, и разница уже пока что есть. Если в прошлый раз стрелка была уже где-то, по-моему, здесь, на холостых, то сейчас я вижу, что она вообще на нуле даже не прыгает, не прыгает нисколько. Ну что, сейчас я газану, газану и будем смотреть, что у нас интересного. Ну, погнали. 3000 оборотов. 3000 оборотов. Вижу, что давление вообще не поднимается нисколько. Почти, что можно сказать. 4000 оборотов. Это 4 вольт. Вот столько. Так, сейчас для чистоты эксперимента поменяю. Поменяю этот сюда, этот сюда. Так, поменял. Хомуты эти китайские, блин, они просто одноразовые. Вроде не перетягивал уже. Блин, все, он уже прокручивается, не затягивается. Ладно. Так, значит, это у нас входящий. Здесь теперь обороты холостые. Сейчас буду газовать. Все, газую. Короче, на 4000 оборотах не поднимается. Максимум на 1 PSI поднимается. 1, по-моему, да, где-то на 1. Так, значит, показываю, не отходя от кассы, что я тут не это, не мухлюю. Вот, шланги туда идут. Значит, блин. Значит, подключены. Вот, трубка стоящая, красная изолентой. Датчики поставил. Датчики вкрутил. Тут уже вроде ничего не пузырится. В общем, как-то так. Теперь после того, как я установил DPF-чик, остается только сбросить значение дифференциального датчика. И, по идее, все должно заработать. Так, значит, дифференциальный датчик должен быть здесь, но... Нет, вот здесь вот. Вот здесь вот должен быть дифференциальный датчик. И... Значит, вот здесь вот он находится. Как вы видите, на панели все еще горит лампочка неисправности двигателя. Соответственно, двигатель тоже до сих пор находится в аварийном режиме. Значит, сейчас я, надеюсь, проведу вот эту процедуру сброса дифференциального датчика обучения. И, по идее, все должно начать работать. Если нет, то тогда я в тупике. Окей. Так. О как. Надо выключить. Сервис-процедура выполнена. Секссфоли. Так, ну что. Заводим. Low battery показывает. На двигателе. Почему? А? Уже не заводится даже. Все. Сдохла машина. Так, походу я что-то немножко попутал. И... Не то я, наверное, сбросил. Потому что тут есть еще сброс дизельно-партикл-фильтр learning values. Вот. Значит, выбираем еще это. Запускаем. И... Окей. Выключите двигатель. Выключаю. Окей. Комплик с Сесл. Так. Ой, ну что, машинка. Low battery опять показывает. Чего он опять low battery? Опять не заводится. Наверное, опять сдохла. Не пропадает джеки-чан. Да. Так, ну что, вроде как я разобрался. Погасил я наконец-таки этот неисправный двигатель. И вроде бы как пока что пока что показывает, что нету ошибок. Короче, что я сделал. Я зашел вот в эту директорию DTC. И тут была куча ошибок. Я покажу на видосе. Что я сделал. Я нажал reset. То есть, я так понимаю, удалить, удалить. По простым словам, если когда. И... И... На панели погасло. Это хреновина о неисправном двигателе. И здесь ничего больше перестало тут что-либо появляться. И обороты у меня, конечно же, стали больше 4000. Как мы можем наблюдать? Будем надеяться, что машина вышла из аварийного режима. И я ее победил. Такие вот дела. Теперь осталось только покататься. Сколько у нас там мили сейчас? Вот столько. Осталось теперь покататься и посмотреть, как все будет фунциклировать. вот такие вот у нас тут движухи. Холостые обороты. Вот столько. Такие вот у нас показания. Сейчас погазую. Может, кому-то интересно это будет. 3000 оборотов сейчас. Можете посмотреть на показания давления дифференциального датчика. В общем, как-то так. Итак, ребятушки, пришло время записать заключительный сюжетик, потому что и так уже это видео растянулось на где-то минут 40. Накатал я уже на автомобиле вот такое вот количество миль. И, как вы можете посмотреть, автомобиль находится в нормальном состоянии. Можно завести. никаких манипуляций я с ним не проводил. Просто, поверьте на слово, после того, как после того, как сбросил все ошибки и так далее. Так, вот такие вот дела. Итак, значит, что я хотел немножечко сказать по поводу ДПФа. В общем, если задаться статистическим вопросом о том, насколько хватает вообще этого ДПФа, то есть, ну, сколько лет он продержится, прежде чем забьется. То есть, ну, с условием того, если с двигателем, со всеми этими делами все нормально, то есть, прежде чем он забьется. В общем, статистика у меня появилась такая, что это либо вот столько вот миль, то есть, можно считать, это где-то 170 тысяч миль или 7 лет, да. То есть, ну, я надеюсь, что этот ДПФ, который на этом автомобиле был установлен с завода, это именно тот же ДПФ, который с завода. То есть, это 7 лет или 170 тысяч миль. Примерно такая вот статистика, прежде чем придется, то есть, на этой цифре уже придется заниматься чисткой ДПФа и тому подобные сопутствующие проблемы. В принципе, в принципе, я бы так сказал, что это правда. Почему? Потому что у меня до этого был Форт Мондео 2008 года, да. Я на нем тоже откатался, откатался 3 года и у него тоже проблема с ДПФом вылезла при 170 тысячах тоже. Что-то такое же было. Но там было так, что там прогорела трубка на дифференциальном датчике и я просто поменял трубку и, в принципе, проблема ушла. В общем, в среднем можно считать, что при 170 тысячах начинают возникать различного рода проблемы с ДПФом. Значит, это вот одно из первых, чего мне хотелось сказать. Значит, второе. Второе, что мне хотелось бы сказать, это насчет дифференциального датчика. Потому что что-то мне припоминается, что вроде как в 2008 года в Форде дифференциальный датчик там был, по-моему, другого вида. В этом автомобиле 2013 года дифференциальный датчик уже какой-то другой и вообще, и вообще, несмотря на то, что у него две входные трубки, на мой взгляд, лично вот, мое мнение, этот датчик уже нельзя называть дифференциальным. Почему? Потому что вы видели, как я его проверял, да, то есть, по сути, давление, и у датчика три контакта. Питание общий и сигнальный. И вообще, если у какого-то такого прибора есть питание, это вообще уже как-то трудно называть датчиком, это уже более, больше нужно называть как независимый как бы прибор, раз в нем есть питание. И я бы, наверное, более назвал этот датчик датчик давления, а не дифференциальный датчик. Потому как в мануалах пишется, что его проверять надо вот таким вот способом. То есть получается, что никаким образом выходной, ну, то есть когда на выходе DPF, трубка, которая на выходе, вот, она никак не задействует, ну, ее не задействуешь никак, чтобы проверить этот датчик. И в машине он тоже, он вроде подключается, но вот вы видели на манометрах давление там, что на забитом, ну, на забитом, понятное дело, и что на чистом. Там давление никак не поднимается. Соответственно, если оно там не поднимается, то при каком давлении он там вообще его замеряет. Соответственно, этот датчик внутри никаких коррекций, коррекций к основному, при входящему, да, он просто там наверняка никаких коррекций не делает. Соответственно, этот датчик уже трудно назвать дифференциальным, и он больше как просто датчик давления. Вот это вот примерно то, что я хотел сказать насчет всех этих моментов. Все, на этом я буду заканчивать это видео. Всем вам успехов в победах Ford Mondeo. И до новых встреч в других видео. Пока.